Всем привет! Сегодня решила сделать на своем канале обзор вот таких вот кошачьих вкусняшек. Я не планировала вообще делать такие обзоры, можно было бы еще какой-то корм подкупить. Но так как у меня случайно оказались у котов два вида корма, я решила сделать обзор на эти корма. Эти корма разных производителей и разных вкусов. Один идет с рыбой, а второй идет рагу с говядиной, в соусе с овощами. Ценовая категория, конечно, тоже у них разная. Если этот идет в районе 20 гривен, то этот идет 30, может быть где-то больше. В зависимости от места продажи. Немножко отличается вес. Если в Леопольде идет 500 грамм нетто, то в этом корме нетто получается 415 грамм. В корме, конечно, написано, что здесь комплекс витаминов, хорошо усваивается для костей, зубов и полезный для шерсти. Производство Украина, вот вы видите флаг, написано Made in Ukraine. На втором корме таких громких заявлений нет. Просто написано, что с рыбой и сделано в Европе. Ух ты! Вот смотрите, раньше никогда не читала информацию на упаковке, но если стоит цифра 1, то краина походжения, то есть страна-производитель, Угорщина, а если цифра 2, Чешская Республика. В нашем штрих-коде идет цифра 2, значит производителем является Чешская Республика. По составу телятина идет, субпродукты, говядина, печенка, легкие сердца, 59% мяса, мясопродуктов, морковка, рис, микроэлементы, витамины и минеральные вещества. В составе идет мясо и продукты животного происхождения, злаки, рыба, продукты переработки рыбы, включающие 4% рыбы, минеральные вещества, сахара, без ГМО. Вот кому интересно, можете дальше почитать. Сейчас мы их откроем и посмотрим, что же внутри. Состав корма Леопольд выглядит вот так. Видны овощи, видны кусочки мяса. И состав вот этого корма, кстати, как он называется, Кэт энд Гоу, выглядит вот так вот. Спрессованное мясо, ну или рыба в желе. Смотрим поближе и поподробнее. Это корм Кэт энд Гоу. А это корм Леопольд. Строила штатив пониже. Вот выглядят эти корма с более близкого расстояния. Вот такие вот кусочки. Не знаю, непонятно. Что там внутри? Вот такие вот кусочки из прессованных отходов, я так понимаю. Какого-то рыбного, мясного производства. По запаху. Что хочу сказать о запахе. Вот сижу, нюхаю вот эту баночку. Смотрите. Ну, вроде похоже немножко, да, на мясо. Но запах вообще не пойму чем. То ли мукой какой-то, то ли... Ну, ни рыбой, ни мясом она точно не пахнет. Да уж. Как-то я не ожидала такого уже. Ну, как бы иногда я беру котам, как в качестве подкормки, такие карманы, там, или мяу, или вот такой вот. Ну, такой я давно брала, правда, в банке где-то год назад. Как-то никогда особо внимания не обращала на их состав, на запах. Ну, корм и корм. Блин, ну, этот я точно покупать не буду. У него даже нет запаха ни мяса, ни рыбы, ничего. Сейчас понюхаю вот этот. Смотрите. Говядина, да, видно по цвету, что есть мясо, добавки. Говядина. Говядина, это мясо самое красное, да, по цвету. Если курица, она светлая, то говядина, она именно красная, такая более темная. Ну, если молодая, то розовая. Ну, в корма молодую ложите говядину, никто не будет, хоть и написано, что здесь телятина. Ну, вот сами понимаете, да, по запаху. Здесь запах лёгкий есть, запах паштета, я бы сказала. Вот такой вот вид имеет. Видите, здесь морковка. В качестве овощей идёт. Вот, не знаю, что это, наверное, печень кусочек попался, похоже. Ну, аромат такой приятный, более мясной. В сравнении с этим, который вообще никакой. Тьфу. Ну, что я хочу сказать. В Украине делают корма для животных более качественными, чем в Европе. Это раз. Второе. Конечно, имеет значение цена вопроса. Если АТБ заказала для своих магазинов вот такой вот дешёвый продукт, то такой дешёвый и сделали. Состав, сами понимаете, непонятно что. Хоть и написано рыба-мясо, но запах вообще не знаю. Муки, наверное, какие-то отруби там. Я даже не знаю, что там. Ну, и отходы производства, скажем так, рыбного или мясного, может, какие-то там. Что бы я сказала. Внимательнее смотрите на состав. Не всегда то, что дёшево вообще стоит брать. Ну, и к тому, что подороже тоже нужно всегда присмотреться. А выбор остаётся за вами. Надеюсь, мой ролик хоть кому-то будет полезен. Если понравится, сделаем ещё такие обзоры. На этом всё. Всем пока. Спасибо, кто досмотрел до конца. Если вам было интересно, поставьте лайк. Если нет, поставьте дизлайк. До встречи в новых видео. Стой. Давай. Кстати, она подошла сначала к этому корму, рыбному. Я думала, она будет его есть. Потом она перешла на корм из говядины. В общем, она ест их одинаково. Потому что, наверное, там ароматические какие-то добавки, которые коты чувствуют. Она ест, чтобы никому не обидно, ест их по очереди. Давай ешь. Быстрее. В общем, котам всё равно, наверное, что есть. Соня. Она съест всё, чтобы никому не досталось. Ну, а хозяин животных должен смотреть, какой корм всё-таки выбрать. Ну, вот такая вот здесь. Продолжение следует...